Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 сентября, Православная Церковь совершает праздник в честь перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в городе Переславле-Залесском. Отец его Ярослав в крещении Феодор, князь кроткий, милостивый и человеколюбивый, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо, братом святого благоверного князя Юрия Всеволодовича. Мать святого Александра Феодосия Игоревна, рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. Старшим сыном был святой благоверный князь Феодор, приставившийся ко Господу в возрасте 15 лет. Святой Александр был их вторым сыном. Детство его прошло в Переславле-Залесском, где княжил отец. Княжеский постриг отрока Александра, обряд посвящения войны, совершал в Спасо-Преображенском соборе Переславле святитель Симон, епископ Суздальский, один из составителей Киева-Печерского потеряка. От благодатного старца-иерарха получил святой Александр первое благословение на ратное служение во имя Бога, на защиту русской церкви и русской земли. При святом Александре Невском наступила эпоха великой христианизации языческого Востока. В этом было пророчески угаданное святым Александром историческое призвание Руси. Святой князь использовал любую возможность для возвышения родной земли и облегчения ее крестного жребия. В 1262 году по указанию во многих городах были перебиты татарские сборщики Дани и вербовщики воинов Баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло. Ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном для Руси с Востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное российское государство, включившее впоследствии в пределы русской церкви почти все наследие Чингисхана до берегов Тихого океана. Эта дипломатическая поездка святого Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. Будущее Руси было спасено, долг его перед Богом был выполнен, но и силы были отданы все. Жизнь была положена на служение русской церкви. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира в городке, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексея. Митрополит Кирилл, духовный отец и исподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове, «Знайте, чадо моя, яко уже зашло солнце с земли Суздальской, не будет больше такого князя в русской земле». Святое тело его понесли к Владимиру. Девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом чудо дивно и памяти достойно. Когда положено было тело святого Александра в раку, эконом Севастьян и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить на путственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и взял грамоту из рук митрополита, и объял их ужас, и едва отступили от гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв, и тело было привезено издалека в зимнее время. Так прославил Бог своего угодника, святого воина, князя Александра Невского. Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 года. Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребению, ибо было ознаменовано чудом. Святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь Иоанн Иоаннович в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну Дмитрию, будущему победителю Куликовской битвы, икону «Святый Александр». Нетленные мощи благоверного князя были открыты по видению перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. 30 августа 1721 года Петр I после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил нештатский мир. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург, расположившуюся на берегах Невы. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года святые мощи были привезены в Шлистельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа по старому стилю были установлены в Троицком соборе Александра Невской лавры, где почивают и поныне. Указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа по старому стилю. Архимандрит Гавриил Бужинский, впоследствии епископ Рязанский, составил специальную службу на воспоминания нештатского мира, соединив ее со службой святому Александру Невскому. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известный из них Патриарший собор в Софии, Кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы – залог дружбы русского народа, освободителя с братскими народами. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, святителей Александра и Анна и Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Александра Свирского, празднуется обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, святителей сербских, а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Петра Решетникова Пресвитера, преподобномученика Аполлинария Масолитинова, священномученика Павла Малиновского Пресвитера, преподобномученица Элисаветы Ерыгиной и мученика Феодора Иванова, преподобномученика Игнатия Лебедева, святого Петра Чельцова, исповедника Пресвитера. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем кизаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова